что изменилось ух ты извините пожалуйста я тут разговариваться с нашими убавляю убавляю да врасплох застал меня сегодня прямой эфир добрый вечер еще раз все те с кем мы не успели поздороваться или вернее кто не успел включиться в 19.00 мы обсуждаем дела здесь земные хотя у нас в гостях очень долгожданный человек кандидат филологических наук исполняющие обязанности директора хакасского научно-исследовательского института языка литературы и истории нина семёновна мои ногашева добрый вечер нина семёновна добрый вечер поздравляю вас с праздником и вас дорогие друзья с праздником сегодня мы отмечаем день хакасского языка спасибо с праздником давайте по-хакаски поздравим я не смогу конечно и зеннер прай республика нашу что жилар на хакас телеку нынам челок алксовщам обязуйте меня обязуйтесь меня научить вот хотя бы вот это говорить и зен я помню а более вот пока ничего и первый вопрос сегодня когда мы готовились к этой встрече кстати у вас есть дача участок земельный крестьянским трудом занимаетесь время от времени занимаюсь картофель выкопали вот о чем мы говорили до того как включили еще нет и правильно люди добрые не спешите еще будет хорошая погода потому что все сегодня вот приуныли дожди дожди успеем с вами выкопать картофель а мы сейчас будем говорить о проблемах если они есть хакасского языка и не только и так вы принесли нам сегодня ваш национальный чай да и мы сейчас друзья сегодня будем пить не тот чай который обычно мы предлагаем гостям а самый что ни на есть наш народный чай что мне надо делать не как обычно чай заварим чашку чайную ложку еще одну ложку сверху значит если нас двое три ложки да а тут либо идет можно три тогда у вас он такой мы можем еще оператора угостить а мы можем это будем открывать рецепт расскажем да что за чай еще еще вас ложечка маленькая ну да надо было столовую принести ну хакас испокон веков пользовались теми травами которые нас окружают да и сегодня тоже чай который самостоятельно приготовленными магазинами это душица ой друзья аромат обалденный может хватит я себе оставлю для гостей конечно с удовольствием или вы заберете этого дай вам бог здоровья спасибо вам но это чай какой иван чай да это все знают и не хакас испокон веков собирали иван чай и туда добавляют листья и цветочки душицы а только только цветочки листья и цветочки но я вижу он уже и ферментированный до иван чай правильное собранное подсушены смотрите сразу как цвет меняется сразу золотистый такой цвет становится зеленовато золотистый я бы даже сказал передает нет вот камера плат может мы влад воронов наш оператор сегодня может мы покажем крупным планом вот впервые в нашей студии национальный чай сейчас давайте я уберу немного нашим прикрываем да 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 надо прикрыть сладости абаканские слазки нас сегодня как всегда спонсировали вкусностями вот такой и я предлагаю еще зашить свечечку свечечку внизу чтобы вот у нас был был такой уют наш праздничный пятничный вечер а как давно отмечается день хакасского языка четвертый год о так это совсем молодой праздник ну да как вы думаете а среди чем он появился разговоры шли давно об этом да и в нашем институте когда у нас собрание разного уровня проходили об этом как-то задумывались и но как-то не утверждался этот праздник и потом в соседних наших регионах в туве на алтае тоже утвердили день алтайского языка день тувинского языка и наша общественность тоже скажем акцентируя скажем внимание жителей республики на проблемах языка решили принять такой праздник и насколько я знаю с такой инициативой наша терминологическая комиссия и наш родион дмитриевич сунчугашев ныне главный редактор газета хакасширы и он инициировал этот праздник уже киа вот смотрите четыре года только как появился этот день хотя по идее давно надо было это делать а вас не смущает что вот наша республика хакаси а наша национальная республика а вот не чувствуется все равно этого почему то почему то есть вот этнос хакаски он настолько скромен что боится себя как-то преподносить или не получается это делать в органах власти очень мало в исполнительных особенно но я про районы сейчас не говорю ну в районах вот так сказать компактного проживания понятно там все слава богу хорошо а вот в республиканской власти совсем мало представителей национальности вот даже если сравнивать ну чтобы даже и не будем сравнивать потому что там все всерьез как говорится и и по-взрослому а вот якутия которая очень давно вошла в состав еще российской империи но там ведь вот и якутский язык он основной язык и русские во многом обязаны его знать чтобы сделать успешную политическую карьеру не будешь знать язык ты во первых в якутии например лишаешься даже некоторых таких благ как например посещать великолепные спектакли на якутском языке они считают там сумасшедшие просто по накалу страстей у них своя культура вот и и развита настолько высоко что надо знать язык чтобы это понимать что они показывают не можешь смотреть многие программы нвк саха есть национальная вещательная корпорация у них там основное время новости это именно якутский язык а у нас что вот мы иногда не иногда регулярно даем некоторые программы и пытаемся учить здесь на нашем канале хакаский язык и гтрк но гтрк новости дает только рано утром по моему и днем тоже в очень неудобное время когда все на работе да не пытались вы вот как-то поднять этот вопрос хакасская интеллигенция почему национальная республика ну вот а национальный колорит национальный вопрос вот как-то задвинут далеко ну как задвинут это наверное прежде всего связано что вообще в процентном отношении хакасов мало в республике и уже много лет мы говорим этим 11 процентов 11 12 процентов и если конечно сравнивать с родственными народами например как стулой якутии я тоже много раз бывала в якутии мне очень много знакомых коллег и как бы ситуация владею да и конечно и кутов их почти 500 тысяч и конечно якутский язык он слышен везде из когда в якутии и тем более если в районе поедешь что я была на их национальном празднике тоже сахи и конечно в туве и даже на алтае казалось бы да там ситуация немножко другая у нас такой регион у нас многонациональный такой да и действительно хакасов даже некоторые говорят что в городе хакасов мало видят как бы приезжает действительно вот малое количество хакасов как бы дает себе знать как если мы говорим сколько нас писателей до хакасов писатели с того момента даже когда вот письменная литература новая письменная литература начала функционировать за сто лет мы посчитали вот во дворе 20 20 год и у нас очень интересно было принято говорить что хакасовская литература зародилась двадцатые тридцатые годы двадцатого века но если практически вот эти смена до новописьменная да не говорим уже той древней культуре и за сто лет если брать мы даже не насчитали 100 писателей которые писали на родном языке понимаете почему это то есть это тоже говорит о том что мы в сфере науки если мы филологов допустим те которые занимаются исследованием языка литературы фольклоры у нас в республике можно по пальцам пересчитать потому что вот действительно соотношение вот мало народу малое количество да и конечно же и в сфере культуры и в сфере науки образования но в образовании если время школьное образование учителей много да видимо действительно вот это малое количество малочисленность сказывается да но тем не менее наша молодежь скажем образованные которые уезжают разные другие города получать образование они бывают не возвращаются к нам да остаются за пределами потому что у нас настолько депрессивный регион что здесь карьеру очень сложно сделать что все места заняты как у нас приходят во власть да и не уходят оттуда есть такие примеры не будем показывать это не только во власти когда и в разных других структурах надо сказать действительно молодежь нет этих социальных лифтов да да нет социальных лифтов и устроиться на работу сделать карьеру действительно сложно и многие поэтому уезжают туда где они получили образование больших миллионов городах очень скажем комфортно им устраиваются а для нас это большой минус потому что малочисленный народ будем еще своими именами называть и конечно если бы вот это интеллигенции эти люди которые получают хорошее образование туда возвращались глядишь бы немного и мы здесь по-другому жили не искали бы варягов извините вот как сейчас можно говорить варяги варяги потому что твои уезжают вот и приходится вариант действительно человек который на этой земле вырос и любит эту землю да я думаю никогда во вред этой земле ничего не будет делать также до согласно это его дом да вот и я хочу вам пример привести вот как я говорю молодежь уезжает до устраивается но для нас это вообще большая скажем но утрата так скажет или потеря большая и это точно так же когда двуязычный писатель хакасский который владеет хакасскими русским языком он переходит больше писать на русском языке понимаете это ущерб для родного языка здесь такая ситуация а вот чем это вызвано что переходят писать на русский язык наши хакасские писатели это прежде всего конечно милинг это его возможности до писать на разных языках на двух языках потому что он мыслит категориями культуры дух на двух языках да вот это человеку очень сложно да это сложно и человеку понятны культурные константы допустим русского мира да и совершенно тоже также родной мир это хакасский мир да и конечно же а каждый народ мир видит по-своему вы согласны с этим безусловно даже русский и украинец они видят мир поэтому и вот и мы говорим о национальном образе мира да и национальный образ мир он обязательно получает отражение в его языке это же допустим добрый вечер не на себя ровно да я знаете хотел такой вопрос задать вот я не только я задаю этот вопрос от многим специалистам по хакасскому языку и не могу знаете получить однозначного ответа я по поводу этнической группы шорта ну и есть четыре диалекта хакасского языка насколько ну согласно такой официальной стратификации это козыльцы сагайцы качинцы и шорты да то есть шорский диалект хакасского языка доход жители амжуга матура там ну и других сел каштыбского района они говорят все таки на шорском диалекте хакасского языка или это хакасский телек шорского языка и все-таки это шорт и или хакасы а вот потому что если это диалект хакасского языка как официальный что это значит это хакасы если это шорт и это шорт живущие покатит какой сейчас тут статус вот это этнической группы все это часть хакасского народа или часть шорского народа вот ваше мнение по этому вопросу мне очень хотелось услышать спасибо спасибо за вопрос спасибо очень приятно когда вот обращаются и начинают вот в тематическом эфире именно на родном на хакасском языке и прощаются спасибо конечно что я могу здесь сказать в науке принято и скажем это сложилась эта традиция да это шорский диалект хакасского языка и здесь как-то что-то говорит что хакасский язык шорского деле хакасский деле шорского языка конечно нельзя и это шорский диалект хакасского языка то есть произошла ассимиляция до своеобразно если мы рассмотрим шорсов кимеровской области и наших шорсов то есть носители шорского диалекта до носители шорского диалекта хакасского языка конечно не хакасы и здесь даже спорить не надо а вот еще тогда если вот у нас пошел немного так по географии киргизы киргизы и киргизы это две разных народных или это просто вот язык такой и хакас и киргизы это братья если мы рассматриваем языки киргизский язык или крыс sky да и хакасский язык конечно это родственные языки тюркские языки но не самые близкие то есть эти языки очень близкие есть немножко одоленные если мы говорим о хакасских киргизах и современных киргиза да то есть кыргызстан республика кыргызстан конечно это разные если мы вспомним работа радлова В то время многих назвали киргизом, и казахов они называли киргизами. Радлов, извините за мою неученость, это кто? Это исследователь, ученый, который много очень собрал материалов о народах Сибири, языковой материал, фольклорный материал. И, конечно, это немец Радлов. И он посвятил свою жизнь исследованию разных народов России, в том числе сибирских народов, казахов исследовал, киргизов исследовал. Помните, лет, более, наверное, уже 15 лет назад к нам приезжал президент Аскар-Акаев Кыргызстана, его здесь хорошо так принимали, и тогда получила вот такое утверждение мысли, что хакасы и киргизы это практически один и тот же народ, что киргизы-то вышли отсюда, следовательно, вот древние хакасы, они-то и дали им, так сказать, путь к дальнейшему развитию. Но сколько эта история имеет... То есть насколько эта гипотеза правомерно вообще существует, да? Ну, в науке много гипотез. И, конечно, наши ученые придерживаются этого мнения, что определенная часть рода киргиз ушли с берегов Енисея, скажем, где сегодня проживают теньшанские киргизы, да, и ассимилировали среди вот северной части современных киргизов. И, конечно же, если брать род киргиз, то они у многих народов есть, не только у киргизов и хакасов. И, конечно же, здесь нужно четко определять понятие вот этих этнонимов, да? И все, что созвучно, все, что одинаково звучит, это не всегда родственные понятия, как бы, да? И, конечно, родственный народ мы не оспариваем, да? То есть есть в культуре, есть понятия очень такие близкие, потому что язык тюркский, да? Это вот как славянские языки, но мы же, например, русский очень плохо поймет того же чеха, например, да даже поляка, да даже украинский язык не все могут понимать. Ну, да. Хотя вроде тоже все рядом. Мы говорим теперь как русский и украинский народ, насколько они родственны. Как мы можем разделить Гоголя, например? Это мой любимый русский писатель. Кстати, да, вот как? Как мы можем разделить Гоголя везде, посмотрите, пишут, это великий русский писатель, а на самом деле он из Малороссии, так же ведь, да? Поэтому к этим понятиям очень, мне кажется, очень осторожно нужно относиться и... Но их надо обязательно проговаривать и не стесняться поднимать эти вопросы. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, это Марина. Здравствуйте, Марина. Я поздравляю с праздником. У меня вот такой вопрос. Вот я где-то слышала, что хакас и киргиз, и киргиз это одно и то же, потому что китайцы не могли выговорить хыргиз, потому что у них нет звука Р, они говорили хягас. И от этого хягас произошло слово хакас. И еще вот такой вопрос. Мне кажется, хакасскому языку больше всего угрожает то, что у нас вот в этом году была новость, резкое сокращение сельского населения, люди уходят из деревень. И вот эти разрезы, эти наши деревни, как сказать, бодают, разрушают. И вообще сейчас как бы меньше стало сельских жителей. И вот хакасская культура, язык, он может развиваться полноценно только вот в деревнях. В городе он исчезает, потому что здесь удобнее все по-русски. Вот такое вот спасибо. Спасибо. Ну вот об этнониме на первый вопрос, да. Спасибо за вопрос, Марина. Кстати, кстати, как он, говорим все, ничего? Можно еще, да, расправиться, да. И как раз успеем ответить на вопросы, Марина, наверное, да. Вот об этнониме мы только что проговорили, да. Если кого-то интересуют такие вопросы, там, хакасы, киргиза, родственные или народы, у нас достаточно литературы, разработанной в науке, да. И я филолог, чтобы, скажем, каких-то неправильных вещей не сказать, так скажем, да, о исторических моментах, о древней истории. И мы можем провести, и мы это проводим, просветительские встречи с населением. Хакасский научно-исследовательский институт, специалисты, которые глубоко занимаются вопросами родственных, истории хакасов с родственными народами, да, взаимоотношения. На это мы можем тоже ответить. И я бы здесь сказала еще раз о том, что версий много, да. Ну, не так много, но есть они, да. Если мы даже посмотрим в Фейсбуке, в соцсетях, там, какое бурное обсуждение идет, да. Где чья историческая родина, кто кому родственник, как бы, да, сегодня это действительно... Ну, хакасы даже в Китае сохранились. Да, делается достаточно агрессивно. И я думаю, сегодня этого не надо делать, в принципе, да. Свою историю надо знать, но такими какими-то агрессивными методами доказывать, что у тебя где-то историческая родина, я претендую на эти земли, мне кажется, это совершенно не цивилизованно. Потому что тем самым это уходит в политику, в политику больше, а не вот в эти вопросы истории, культуры и так далее. Да, история политизируется, и поэтому здесь не всегда правильные выводы. А там, извините, за глупость, при филологии нельзя такие слова говорить, конечно, но я скажу, и до мордобития недалеко. Ну, да, такое случается в истории, есть примеры. И по поводу, на вторую часть вопроса мы не ответили, что угрожает сегодня хакасскому языку. Село, действительно, язык хорошо сохраняется именно там, где есть эта среда. То есть это деревня, да, село, где есть языковая среда, где говорят старики, среднее поколение и дети говорят. Самый главный показатель витальности языка, то есть продолжительность, жизнеспособность языка, это когда на нем говорят дети. Но сегодня мы знаем, что даже в тех деревнях, как Козлас, Хойзы, Верхоскис, насколько я знаю, да, даже маленькие дети говорят, это такие хакасские села, даже речь хакасскую услышать очень сложно среди детей. С чем это связано? Это понятно, да? Интернет? Да, разве дети технологии только хотел сказать. И дети идут, шагают в ногу со временем, и, конечно, это тоже, скажем, не на пользу нам, да? Поэтому надо национальное телевидение на государственных этих каналах. Нам надо время увеличивать, и много чего нам надо делать. Да, сейчас мы услышим звонок. Это телезритель у нас висит на трубочке. Ладно, давайте послушаем звонок и вернемся к этой проблеме. Добрый вечер. Говорите, говорите. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Юрий. Алло. Вы в эфире. Изенер. Изенер, Изенер. Изенер, Юрий. Вопрос у меня сегодня. Хакасский язык и русский язык являются государственными языками республики Хакассия, но де-факто хакасский язык не является государственным языком, так как не используется, то есть нет ни шрифта, ни правительства, то есть протоколы не ведутся. Что нужно сделать для того, чтобы хакасский язык стал государственным языком? Спасибо. Обслуждают у вас такие проблемы? Спасибо за вопрос, Юрий. И действительно у нас мы все говорим, даже в школах вводилось понятие, да, хакасский язык как государственный язык, то есть обучить всех, не только хакасов, но и представителей других национальностей, носителей других языков обучить хакасскому языку по какой-то программе, да, чтобы они владели вторым государственным языком. И как мы все понимаем, когда у нас проблемы какие-то решить, мы говорим, что хакасский язык это второй государственный язык, да. И, конечно же, дело производства сегодня на хакасском языке не ведется. Это очень важный момент, да. Вот я приведу пример. Тридцатые годы, когда хакасский язык на бумаге ложился на латинском шрифте, в Хакасии дело производства ввелось на хакасском языке. На латинице еще, да? Да, на латинице. И даже свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке. Многие документы выдавали на хакасском языке. То есть была такая попытка в 1932-1938 годы, да. И затем это все прекратилось. И, конечно же, хакасский язык как второй государственный язык, конечно, это должно быть больше эфирного времени, да. Это действительно средств массовой информации больше на хакасском языке. То есть и заседание, допустим, правительства определенной части проходить должно на хакасском языке, да. Если это второй статус, что требуется, да. Или, допустим, элементарный человек, который хочет получить решение суда на хакасском языке, он это вполне имеет право сделать, да. Я думаю, ну, такие просьбы удовлетворяются, допустим, да. Сегодня есть такие моменты. И многое другое, где хакасский язык должен быть задействован. И, конечно, хакасский язык, он должен звучать. Многое, как бы, мы хотим облегчить жизнь, в каком плане, да, облегчить жизнь другому человеку, да. Мы говорим, да не надо на хакасском, давай на русском. Я же понимаю, на русском, как бы, да, мы тоже двуязычные люди, скажем, уступаем в этом плане, да. Но есть определенные, допустим, принципиальные люди, которые требуют, чтобы, допустим, решение суда, какой-то документ им выдали на хакасском языке. Ну, это очень редкие случаи, как бы, да. Да, и на них сразу начинают косо смотреть. Хотя, в принципе, это просто надо понять, что у человека есть такое право. И это право надо уважать. Да, это право надо уважать. И чтобы наш язык действительно зазвучал, как второй государственный язык, все эти, скажем, и дело производства должно вестись на хакасском языке. Допустим, в любом месте, допустим, человека могли обслужить именно на этом языке, да. Дать любую консультацию, допустим, на хакасском языке. Тот же врач. Бывает, старики, допустим, они не совсем понимают русский язык. Да, да. И человеку, чтобы понять, что хочет врач сказать о состоянии его здоровья, да, человек имеет право получить информацию на родном языке. Это же правильно? Переводчика тогда надо, потому что у нас врачей в деревню просто так ведь не про... Я имею в виду не только хакасов, но и русских туда не загонишь, да. Даже вот миллион давали, и специалисты не шли, потому что, ну... Ну, были случаи, что шли, но потом уезжали. Да, получили, уехали, отработали, бросили. Давайте послушаем звонок, а то у нас мало рекламы времени. Спасибо. И продолжим потом. Хорошо. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Сорвался звонок. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, не бросайте трубку, если мы сразу не выводим вас в эфир, потому что мысль необходимо закончить. Мы же должны ответить и на предыдущий вопрос, дать полный ответ. Да, согласен. Поэтому держите трубку. Так, звонок, слушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Так, звонок, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день, Алексей Иванович. Здравствуйте. У меня вот такая небольшая ремарка. Когда мой сын, которому 35 лет, ходил в первый класс, я не буду озвучивать номер школы, но в первом классе родной язык у него был. В 8 часов начинались занятия обычные, а родной язык в 2 часа дня. В первом классе 7-летнего ребенка кто отправит? Мы все на работе. Вот в первом классе была такая практика. Это было более 20 лет назад, да? Сейчас это обстоит. Ну, вот такое отношение к государственному языку в школе. Это сейчас? Это обстоит. Ну, вот такое отношение к государственному языку. Алло, вы на связи? Это сейчас происходит? Нет. Моему сыну 35 лет. А, ну, значит, более 20 лет назад. Ну да, мы вас поняли. У нас 30 секунд до рекламы. Давайте мы сейчас посмотрим рекламу, куда без нее. И у нас будет еще 10 минут для продолжения эфира. Поэтому телефон 22-41-18. А на этот вопрос, вот на этот казус мы ответим сразу после короткой рекламы. Одна минута. Что вы знаете о продукции компании «Кристалл»? Это наши местные минусинские производители. Вся продукция сертифицирована, гипоаллергенная и безопасна. Отличное качество, доступные цены. Натуральная продукция на основе растительных компонентов. Спрашивайте в магазинах вашего города. Евроклининг. Новый подход к культуре стирки ковров на профессиональном оборудовании. Мы подарим вашим коврам новую жизнь. Отличное соотношение цены и качества. Бесплатная доставка. Звоните 32-55-77. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжаем наш эфир. У нас Нина Тименовна Майнагашева, исполняющая обязанности директора Хакмия Али, сокращенно скажу, да, Нина Тименовна, кандидат в логических наук. Вот у нас до рекламы прозвучал звонок о том, что вот человек сейчас 35 лет, а когда он ходил в первый класс, урок родного языка хакатского начинался в 26 дня, и это было очень проблематично. У нас еще один звонок висит. Мы обозначили вот эту проблему. Давайте послушаем вторую звонок. Добрый вечер. Говорите вы в эфире. Алло, алло, алло. Алло. Да. Нина Семеновна, я еще хотел один вопрос задать. Ну, во-первых, тут категорическое несоплачье с картинами мира. Мне кажется, никаких особых картин мира нет. И украинцы, и русские хакасы видят мир одинаково. Только называют это другими словами. Ну, это дискуссионный вопрос. А вопрос такой. Вы знаете, Виктор Яковлевич Бутанаев, он исследовал несколько лет назад так называемых фуюйских, если не ошибаюсь, хакасов, которые живут в Китае, на востоке Китая, кажется, в провинции Харбин. Продолжается ли исследование этой этнической группы хакасов? Да, ну, это доказано, что это именно хакасы, да? Вот. Или они уже все ассимилировались, китаизировались, а мы монгодизировались, и уже, к сожалению, исследовать некого. Каков статус вот исследования вот данной этнической группы? Спасибо за ответ. Спасибо. Благодарю за вопрос. На первый вопрос ответим, да? Можно за второго? А первый, он просто как констатация. Да, да, да. Мы его углубим и расширим, как говорил Михаил Теременович Горбачок. Мы тоже, когда в школе учились, в сельской школе учились, у нас много было и русских, и смешанные классы были, да? Мы ходили на урок хакасского языка, допустим, седьмым уроком, да? Но мы с удовольствием ходили. И некоторые, допустим, из соседних сел, я выросла в Таштепском районе, и сегодня, когда мы уже взрослыми стали, у нас со станции Хараджуль, тоже хакасы. Мы только не понимали тогда, что они тоже хакасы, да? И, так скажем, немножко ассимилировавшие, но с хакасскими фамилиями. Они не ходили на урок хакасского языка. А теперь они говорят, какие мы дураки были. Дети-то с них требуют. Почему вы нас не учите родному языку? Ну, мы говорили с детства, говорили, да, и уроки хакасского языка, и хакасской литературы, они для нас действительно удовольствие доставляли. Будь это первым уроком полвосьмого, да, или седьмым уроком два часа дня после всех уроков. И мы считали, что это нормы. И как-то, да, действительно, как и в городе, наверное, это действительно неудобно, когда ребенок раньше всех не приходит, или позже всех остается, как бы добираться в школу, это проблемно, наверное, да. А тогда вот, в те времена, про которые рассказала женщина, тогда же и в школе уроков-то было не четыре, не пять. Они начинались вот с полдевятого, да, и заканчивались после четырех вечера. То есть весь цветовой день мы проводили в школе. У нас были вот восемь уроков было с перерывом на прогулку. Но надо полагать, что, значит, в классе хакасов было мало, да, и все не ходили на хакасовский язык, и школа подстраивалась каким-то образом то раньше, то позже, как бы, да, организовать общее расписание надо было, да. Но это, конечно, плохо, что мы, так скажем, не можем организовать вот этот учебный процесс нормально. И сегодня есть такая ситуация, я знаю, что дети на хакасовский язык ходят как бы по субботам, да. Весь класс отдыхает, а дети ходят на хакасовский язык. Одного часа в неделю достаточно? Недостаточно, да. Просто я знаю, что в субботу бывают часы хакасовского языка. Допустим, ну, некоторые родители жаловались, что вот такая ситуация, нам неудобно, как бы, да. И я просто хочу сказать, что обучить языку могут родители, да. Допустим, школа научит грамотно писать, читать, но говорению всегда учат родители. Это семья учит, да. И мы, и думать на хакасовском языке тоже учат там. Да, если мы, к примеру, приведем народы Дагестана, там очень много народностей, да, в которых даже учебников нет народного языка, но в семье этот язык сохраняется из поколения в поколение, да, допустим. Нет у них художественной литературы. Уборцы не такие. То есть это высокая витальность языка, живучесть языка, да. И очень сложно, я согласна с жителями нашей республики, города, очень сложно поддерживать язык в семье, когда только ребенок за порог, и все на русском языке, да. Но есть определенные требования к себе, да, допустим, что научить ребенка своему языку. Это же печально, когда на том языке, на котором разговаривала твоя мать, ты не общаешься со своими ребенком. А почему так происходит? Стесняются? Или хотят быть как все? Ситуации разные, да. Кто-то стесняется, кто-то хочет быть как все, кто-то хочет не быть как все, поэтому, да. И у многих, я думаю, что нет вот этого понимания, нет требовательности к себе, да, вот этой. И значит, что нет потребности передать свой язык, тот язык, на котором общался ты со своими старшими, да, передать своему родному ребенку. Это очень важная позиция, и я говорю, что только школа может научить грамотно писать, читать и какие-то тексты составлять на родном языке. Ко второму вопросу мы сейчас вернемся. Я хочу ремарочку маленькую сделать из жизни. Я знаю одну замечательную девушку, Хакаску. Она всю свою жизнь, сейчас она, конечно, уже не девушка, она уже сама мама. Всю жизнь она стеснялась, что она Хакаска. Она старалась быть как русская, перекрашивала там блондинку волосы, говорила на русском, хотя прекрасно знает Хакасский язык и очень часто нам помогает. Но вот с годами она поняла и стала вот именно вот, ну, Хакаской. И в этом она вот стала еще более прекрасна, что ли. И куда только ее комплексы эти пропали, когда она вот признала свою эту сущность, что она Хакаска. Она стала совсем по-другому относиться к жизни. Она стала успешней и хорошо делает сейчас карьеру. Потому что не стала бороться сама с собой и идти против своей натуры. Вот, наверное, что надо осознать. Да, да, быть самим собой, наверное. Но наше старшее поколение, которое жили в городе, представители, они говорят, что вот их дети не знают тем уже, кому за 40, за 50, и уже под 60, допустим, нашей интеллигенции. Они говорят, нам не разрешали говорить на родном языке. Вот на улице все время одергивали. Говорите по-русски, говорите по-русски. Жить какая. Такое время тоже было. Это тоже нельзя отрицать. И некоторые старались искоренить в себе все Хакаское, понимаете? И быть как все, как вы говорите. Это тоже имело место быть. Поэтому мы не можем их осуждать. Так же ведь? И, ну вот я думаю, научить в семье, это все время можно говорить. Там за порогом, хоть на каком языке можно говорить, да? В семье идет передача языка. Это очень важно. Подслушаем звонок, и у нас неотличный еще один вопрос. Добрый вечер. Алло, это опять Марина. Да я хотела сказать, что надо любовью действовать. У меня какая-нибудь песня привяжется на каком-нибудь греческом. Приходится учить греческий. Я выучила две песни на Хакасском. Сейчас хожу, распеваю. Аган Хустара, очень хорошая песня. И Счастье матери. Еще какую-нибудь выучу. Вот. То есть именно искусство, оно дает любовь. Вот. Нужно больше чего-то красивого и про любовь. И все будут учить Хакаски. Спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо. Для этого у нас есть филармония, Чикигин, замечательный театр. Ну и второй вопрос. Ну если человеку доставляет удовольствие петь на любом языке. Молодец, Марина. Мы в детстве пели немецкие песни в школе. Это и нам очень нравилось это. Так. Наш второй вопрос. По национальному образу мира. Я придерживаюсь того, что язык отражает национальный образ мира. Это очень интересно изучать разные культуры. И особенно через те культурные константы, которые неизменяемы из века в век. В определенной культуре есть такое понятие, как русский мир. И там определенные понятия, которые определяют русский мир. И как это из века в век меняется в литературе, в слове народа. Это очень интересно исследовать. В том числе и у хакасов. Мифология, фольклор. И как это развивается в художественной литературе и в современных произведениях. Это тоже очень интересно. Это можно просмотреть национальный образ мира, который обязательно отражается в художественном слове народа. И второй вопрос. Да, Виктор Яковлевич посетил в Китае, в провинции Фу Юй хакасов. И, конечно же, он нашел потомков. И, конечно же, они уже... Книга даже не. И определенные там детали, одежда, об этом говорят, да, вот сохранилась. И в языке кое-что сохранилось. Конечно, они ассимилировали. Я отвечаю на вопрос. К сожалению, после того, как Виктор Яковлевич посетил Ху Юй хакасов, никто там не был. Да, это еще при Лебеде было. Да, да, да. И сегодня у нас есть такая задача. Чтобы получилось ездить, да. Дай бог это все будет. Спасибо, Нина Семеновна, что пришли. Огромное спасибо за чай. Вы бы только чувствовали, какой у нас аромат в студии, какой он вкусный. Большое спасибо. Ждем вас еще у нас в гостях.